Что мы сегодня отмечаем? Сегодня 7 число, ноябрь. Октябрьская революция была 25 октября, но потом немножко все это дело повернули, и у нас получается 7 числа была Октябрьская революция. Сейчас вам, дятлам, школьникам, в основном это сейчас вопрос будет именно про дятлов, про школьников, к которым что-то говорят. Но давайте обратим внимание, что случилось благодаря тому, что Владимир Ильич Ленин, что он сделал? Так вот он сделал революцию в немаленьком государстве. Ну немаленькое государство, это была Советская империя. Просто развалил все это дело и сделал то, ради чего люди говорили, вот как люди, вот как человеки живут в таком месте, где все работает для народа. И только после... Не торопитесь! Или вы сейчас... Сейчас вы подождете, не торопитесь. Вы же хотите ехать в Америку, да? Да на здоровье езжайте там, хорошие условия для вашего быстрого зарабатывания денег, а потом вы просто сдуетесь, когда будут у вас проблемы со здоровьем. То же самое в Великобритании, то же самое в Германии, то же самое во всех тех странах, где социальная ответственность, после того, как появился Владимир Ильич Ленин, после того, как там появились профсоюзы, я же еще раз вам говорю, она выросла. А если бы этого не было бы, то вот эти олигархи, они бы вас гнобили только благодаря тому, что появилась страна, Советский Союз, в которой было все абсолютно бесплатно. Там все развернулось, но не все так красиво. И мы сейчас не будем говорить, что вы там сможете нормально жить. Нет, вы сможете там жить, вопросов нет. Только что вы будете жрать. Вы будете жрать полнейший отстой. А в Советском Союзе, в Советском Союзе, я-то это дело помню, потому что я родился в 1973 году. Мой папа был кем? Мой папа был всегда, мой папа был работником коммунистической партии. Сейчас маленький нюанс. Так вот, всегда было все красивое и ровное. И знаете, нам было реально насрать на все остальное. Да, мы не жили круто, но жили нормально. Почему? Что случилось? По сути событий, я должен был поступить в КПСС в 1991 году. К сожалению, вот этого дебила под названием Горбачева вытащили. Его купили сразу же. И он нам устроил перестройку. Тварь конченая. Ну, бывают такие вещи. А вы захотели видеть то, так вы это сейчас и видите. То есть в Советском Союзе рубль был четко привязан к доллару. Это еще в свое время товарищ Сталин сказал. В Советском Союзе на пенсию люди уходили в 50 лет. Потому что такая жизнь была. Температурная композиция. Это что такое, блин? Зимой минус 40. Это я про Магнитогорс говорю? А летом плюс 40. Вы с дубой ебнулись что ли? Других вариантов нет. Извините, сейчас я немножко запикаю. Но это так и будет. Потому что то, что творится в России, умом не передать. Умом не передать. Что касалось меня лично. Хотя я должен был поступить в партию. Я знал, что если я пойду в партию, меня немножко косорезнули. И давайте все-таки определимся, сколько я своровал. Ну, я не успел своровать кусок пенопласта, потому что нас поймали. Ну, я немножко откинул и слинял. А других поймали наши товарищи. Почему нам нужны были куски пенопласта? Потому что мы в свое время делали... Мы. Начиная с 84-го года. В 84-м году занимались и делали радиоуправляемые модели самолетов. Нам как крылья нужны были. Не просто так. Не спереть. Нам нужны были крылья. И кое-что я своровал. Вот те две вещи, которые я... Наклеечку. С заднем стекле. Потому что SU так хорошо было, красиво. Но нигде же не было. Это была сложность. Но тем не менее, я купил CSCAM и Mars. Это были два двигателя, которые стоили космос. Просто космос. Я их купил. Вы знаете, я жил. Мне это все дело нравилось. Что будет у вас? Вы подумайте. А давайте переговорим с Советского Союза. Что она у нас давала-то? Да. А вы не читаете газету «Правда»? Я читаю газету «Правда» в интернете. А, в интернете. Не важно. Там, вы знаете, все достоинства Октябрьской революции очень хорошо изложено. Что она сделала? Что впервые в мире все это осуществилось. Бесплатное образование, бесплатные квартиры, детские сады, школы, обучение бесплатное. Понимаете? Это все так там хорошо изложено. Возьмите газету «Вправду», загляните. А медицина какая у нас была? И медицина тоже бесплатная. Отлично. Когда мы? Надо детям. Вот вы так. А я своему. У меня две дочери. Знаете, я их долбаю. Говорят, мам, ты нам надоел. Я говорю, когда нас не будет, вот мои слова. У вас будут дети. Я очень долбаю их все время. Это материал для кого? Для нищих бабушек, а дедушек-то и нет. Коих нищетой за килограмм гречки с килограмм сахара и соли призывают идти на выборы. Это не просто унижение, это свинство при большем удовольствии к хонам. Это материал для дитятков наших. Хотя YouTube запретили в Китае. Я-то пожил в лучшее до 11 годков. Еще семь было в угвозданном с каждым годом горбачевском дебилизме. Мы просто не знали, что нас предали на самом высоком уровне. А зря. Сегодня 106-я годовщина со дня революции. Сейчас очень сложное и тревожное время. Нам даже не разрешают митинги проводить. Только возложения. И чтобы никаких призывов, ничего не было. Но я вас призываю. Единственное сейчас... Каждый честный человек должен сделать все от себя зависящее, чтобы победа была за нами. Единение всей России сейчас... Ну, насчет единения не может быть. Простые люди собирают, от себя отрывают. А олигархов попросили. Они отказали. Ничего. Вам, как дитяткам, не надо ехать в капитализм. Лучше смотаться в Турцию. Не кататься пешкодрапом в школы, пообщаться с живущими там. Понять, как перенастроенность атотюркам работает. По сути, этот социализм. Это не понимает каждый. Но за 40 визитов я понял, где, что и как. Почему мы сюда приходим? Да, естественно, мы празднуем. Как мы можем все это дело развернуть? Вот. Вы ничего не говорите. В связи с тем, что я работаю на камеру, меня никто не смотрит. Но я немножко объясню ситуацию. Если вы будете голосовать за нормального человека, от партии КПСС, от партии КПРФ, чтобы все это дело развернулось на круги своя, это делается легко и просто. Я надеюсь, если люди меня понимают, о чем я говорю, конечно, надо будет ему сразу сделать атмосферу того, чтобы его олигархи не пристрелили. Потому что они это делать-то будут. Как же? Как же? Они же ничего не взяли. И тут все это дело заберется. Ну, как же так-то, да? Мы же вот должны были пристрелить. Но этого не будет. Разгоняется дума. Она тварьская, говнючая, ни херена ничего не сделавшая. Что дальше делается? Ограничивается курс доллара сроду, исходу. Конечно, давайте все-таки определимся. В Советском Союзе мы никогда не были топом. Да, в принципе, этого и не нужно было. Зачем? Машины, конечно, стоили. Ну, машину-то можно было купить. То же самое, закрываются все банки, остается один банк. И туда перенекает все. И в этом банке абсолютно спокойно. Даже невзирая на то, что у нас дивные цены с ипотекой, хотя цены с ипотекой также возвращаются на круги своя. Да-да-да, все это дело раскручивается. И развернуть страну при нормальном удовольствии вы можете. И все это делается за 2-3 года. Только нужно будет, чтобы наш президент, которого мы изберем, был неприсягаем и не подчиняем никому. Это можно сделать. Да, есть такие люди. Все остальное делается легко и просто. Легко и просто. И тогда. И тогда в течение ближайших 5 лет, я не знаю, что случится с медициной, но в принципе я знаю тех людей, которые готовы переехать. Да, вы будете немножко со сложностями, но допустим, если мы говорим о людях, которые занимаются английским языком, я бы их отправил сразу же в медицинскую часть. Потому что мы куда приедем? Где лучшая медицина? Ну, где лучшая медицина? Там же, где я лечил рак мозга. Это Куба. И все будет нормально. А уже потом, ну, через некоторое время, мы сделаем не так уж и много. Допустим, ориентировочно заберем, ну, сколько у нас районов-то? Ну, 100 человек. Они будут в райцентрах, но умные товарищи. И уже будем мы лечиться. А все остальное, да все остальное делать слегка и просто. Нужна просто ваша мысль. Ваша мысль. И все вернется на корги свои. И вы будете получать квартиры, а не брать их в ипотеку. Вот так вот. Вам это нравится? Мне очень. Спасибо. Спасибо.